Сегодня любимому уральцами, а с недавних пор и среднеазиатами, архипастырю Русской Церкви, митрополиту Ташкентскому и Узбекистанскому Викентию, исполняется 60 лет. Член Священного Синода, глава Среднеазиатского митрополитчего округа, ректор Ташкентской духовной семинарии, духовный наставник и пастырь многотысячного стада Христова, любовью и кротостью ведущих в своих посомах ко спасению. О главе Среднеазиатского митрополитчего округа нам рассказали жители Бишкекской епархии, одной из четырех кафедр, входящих в состав митрополитчего округа. Владыка Викентий, человек, монах и пастырь, который, прославляя Бога своим служением, уже сейчас, здесь, среди нас, удостоился всеобщей любви и признания. Так что при упоминании имени Владыка Викентий не требуется пояснение, кто он и откуда, с какой епархией. Все сразу понимают, о ком речь. Не прошло и двух лет, как и в Средней Азии Владыка Викентий стал своим. В новообразованную в 2011 году Бишкекскую епархию митрополит Викентий прилетел в конце лета и, не теряя времени, сразу же заложил камень в основании Александра Невского храма, повстречался с духовенством и еще и ученых успел обо всем расспросить. Приехал ненадолго. И, очевидно, времени было очень мало и дел было очень много. И среди этих дел оказалось важным встретиться с историками. Меня это, честно говоря, удивило. Я чувствовала, как человек хочет знать все сразу и самое важное. 4 декабря 2011 года святейший патриарх Московский Евсея Руси Кирилл совершил хиротонию архимандрита Феодосиева и епископа Бишкекского и Кыргызстанского. В торжественный момент хиротонии, а потом уже и за первой в истории Бишкекской епархии и первой для самого епископа Феодосия архиерейской литургии, владыка Викентий непременно рядом, разделяя радость, молитвенно сопереживая и поддерживая в столь волнительных событиях и нового епископа, и паству новой епархии. Наш владыка митрополит Викентий отличается степенностью и какой-то такой, знаете, внимательной осторожностью во всем. Это проявляется качество мудрости человека. Вся наша паства, когда вспоминаем ваши приезды к нам в епархию, вспоминаем ваши службы, когда после службы на небе и радуга появляется без дождя, это, конечно, для всех остается в памяти, для всех людей, для всех наших кыргызстанцев. Среднеазиатский митрополитичий округ непростой, в него входят епархии четырех стран Средней Азии. Особо надо отметить, что это восточные страны, со свойственными им законами, традициями, менталитетом и преобладанием мусульманской веры. Поначалу, когда приехал, признался как-то владыка Викентий, чуть руки не опустились, потому что куда ни посмотришь, ничего в этих странах нельзя. Но божий промысел на то и божие, чтобы все устраивалось как надо. Нельзя как на Урале? Тогда владыка Викентий другой тропинкой ведет свою паству, к спасению. Паломничество по святым местам мира. Афон, Иерусалим, Бари, Урал, Храм на Крови и Ганина Яма. А еще надо успеть во всех четырех странах митрополитического округа поздравить паству с Рождеством и Пасхой. В Бишкеке верующие духовного образования требуют, но вступительных экзаменах непременно надо быть. Да еще и выездной ученый совет ташкентской семинарии провести. Тяжело киргизским студентам в Узбекистан на сессии ездить. Но самое главное, надо народ в молитве объединить, святыни для укрепления привести. Вот и показывает служение владыке Викентия, что и на Востоке ему скучать не приходится. Больше всего мне запомнилось и впечатлило вот его глаза. Такие голубые и очень пронзительный взгляд, необыкновенный взгляд непростого, необычного человека. Но те впечатления, они были такие более скромные, а вот по-настоящему пришлось впечатлиться тем, как мы вместе молились. Во время службы ощутилось вот то какое-то незабываемое родство духа, то есть когда человек близок по духу. Многое и благая вам лето, дорогой владыка Викентий, духовных и телесных сил внесения нелегкого архипастерского креста, всепобеждающей помощи Божией и любви во введении вашей паства ко спасению.